Всем привет, меня зовут Влад Чак, мне 21 год и в этом видео я расскажу коротко о себе и чем я занимаюсь. Зачем снималось это видео и зачем принимались все усилия для создания этого видеоролика? Чтобы когда-то в лет сорок я сел со своим сыном или дочерью такой, смотри кое-что тебе покажу. Включаю этот видеоролик, просто сидим смотрим на это все вдвоем, угораем, смотрим каким я молодой был и что вообще, как все изменилось. Вот, в общем состоит этот видеоролик из двух частей, это будет первая часть об МХ и о всем том, как я на нем занимаюсь, сколько лет я прокатался, как это происходит и вообще где это все происходит. Вот, вторая часть видеоролика будет посвящена моему фиксу, в том, как мы катаемся, как это все происходит ночью, днем. Нет, днем этого не было, в основном катаемся ночью. Вот, немножко так, на память тоже с ними. Двадцать дней назад случилось чудо, я заново родился. Пришел двадцать дней, да, ровно двадцать дней назад я пришел с армии. В армии я учился, работал, катался на великах, занимался постройкой личной жизни. Вот, так случилось, то, что сдав диплом, окончив техникум, вот, меня забрали в армию. Отслужил я год, сухопутные войска, ПВО. Вот, повидал много частей, много знакомых людей встретил. Даже в армии я удивился, насколько мир так деселил. Ни капельки об этом не жалею, но где-то это будет процентов 60 на 40. 40, наверное, то, что жалею, 60, наверное, все-таки мне какой-то урок в жизни это преподало. В общем, катаюсь я на BMX около, 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 наверное, лет пяти-шести, наверное, учитывая армию. Да, где-то лет пять-шесть. Это было 2011 год, я сначала катался на скейте, катался, катался, и что-то меня не вдохновила эта вся движуха. Увидел на того времени, пока что незнакомый мне человеку, это Слава Байк. Вот, он тогда катался на BMX, просто посмотрел, как он катается, пообщался с ним и понял то, что мне нужен BMX. Посоветовался с ним, знал человека, где купить. Собрал деньги на это то время, это было 13,5 тысячи довольно-таки больших денег. Вот, поехали в господь, плюсовый первый волосипед. Это было просто, не забывай об ощущениях, это было столько радости. В то время это был Венти Маршалл. Да-да-да, Венти Маршалл это был. Откатался я на нём где-то года полтора, наверное, два. Продал его, потому что меня не устраивала моя каретка, там она была на подшипниках. Эти чашечки постоянно разваливались, постоянно что-то меня не устраивало в нём. Там не было ни единой промы, там всё разваливалось постоянно. Тем более, с моими начинаниями там просто ничего не держало. Как-то подчинил, сделал, подкрасил, всё сделал красиво. И продал я на тот момент его за 9 тысяч, по-моему. Да, за 9 тысяч я его выложил. Меня буквально за пару дней его раскупили. Весь, сразу забрали. Вот, и на тот момент я ещё накопил денежек. Купил себе вот этот аппарат, это ВТП Версус. Вот, поехал я также за ним в Ростов. Купили его там, привезли опять-таки. Я просто был неимоверно рад, он был идеальный просто на тот момент велик. Там было всё на проме, всё клёво крутилось, вертелось, всё гладенько, чётенько. Вот, ну и сейчас от этого велика, от того ВТП Версуса, наверное, не осталось ничего. В нём, наверное, только остался вынос вот этот родной, который здесь был ещё, и рама. Всё остальное было выменено. Куда-то перепродано, что-то новое окуплено сюда, всё поменял почти, понакупал. Сейчас тот велик довольно-таки дорого стоит. Тем более на данный момент с курсом доллара я посмотрел на цен на БМХ запчасти. И какая цена сейчас в России на БМХ запчасти, просто нереально сумма. Короче, кратко расскажу о своём байке. Это стритбайк. На нём стоят 4 пеги. Раньше здесь стояло больше запчастей Animal. Там покрышки, стояли седло. Подсидел до сих пор ещё остался. Вот, раньше это был такой стритовый байк. Просто нереально. Там всё на Animal, всё тяжелее, но зато всё прочное было. Это руль Bob Sherba, Bart. Который хромовый ещё был, самый клёвенький. Который ломались, отрывались просто. Опасный. Самый опасный руль, наверное, был в тот момент. Потому что от него можно было ожидать всё, что угодно. На данный момент тут стоят такие лайтовенькие запчасти уже. Это обода Hazard Light, Odyssey. Тут стоят шатуны Animal, Akimba. Седло Stress. Подсидел Animal. Что здесь ещё? Звезда Odyssey, руль Stress. Ну, такой более-менее стритовый байк. Здесь меня довольно-таки устраивает. И полностью, как работают запчасти, довольно-таки легко. Последний год я не катался, так как я был в армии. За год довольно-таки много чего забыл. Старались заснять там пару линий мы засняли. И так, чуть лайтовенько будет видео, больше для себя, на память, чем на мой стрит, там всякое такое. Итак, немножко расскажу о том, когда мы начали кататься, как это всё было. Я начал кататься в 2011 году. Пацаны уже катались на тот момент. С 2011 года у нас такая толпа лёдово постоянно. Человек 20, как минимум, у нас везде собиралось. Тут постоянно мы уезжали часов в 12 дня, наверное. Катались там, не знаю, часов до 11, до 12 ночи. Весело было. Катались на 13-й школе, зависали там. Человек 30 наберётся постоянно. Все катаются, все парят что-то. Блин, было весело. Потом катались на 71-м лицее. Там это была перилка. Постоянно все стрит там, гриндили. Трюки какие-то парили. Целыми днями, ночами просто нереально. Это было. Было время, как мы катались зимой. Не знаю, там снег лежит на улице. Я даже помню, мы катались 31-го декабря. Все выехали, у нас стоит ёлка посередине площади. Мы расчистили там немножко себе площадки. Просто 31-го числа мы катались. Не помню, по-моему, в мае, когда же мы выехали всей этой площади. Поздравили всех друг друга с праздником. И покатались и разъехались. Да, это было так. Ну, потом это замечательное время подошло к концу. Все начали взрослеть, учёба, работа. И на данный момент, наверное, в скейт-парке каждый день катается никого. Из тех, кто старый был, сейчас там никто не катается. Выезжают там вредки. Трючки вспомнят некоторые. И всё. И дальше по машинам. Кататься, по делам. То на работе, то на учёбе. О, там, заботы свои. Вот, ни скейтеров, ни бэмеров. Вообще там уже никого не осталось. Похоже, не болтай, как мне это. Такое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Договорился с дедом, купил его ДимаTorzok 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 ДимаTorzok